Всем привет! 26 апреля, и за окном зима. Нам сегодня дочь уложить в больницу. Как в такую погоду ехать туда? Кошмар, девочки и мальчики. Сыпет, как будто январь месяц. Вот тебе час прошел, как будто не было и зимы. Было полдевятого, сейчас полдесятого. Вышло солнышко, и сразу моментально весь снежок растаял, как будто и не было небо ясное, да, такое оно. Вот так. Лужи только, сейчас они подсохнут. И надеюсь, что все хорошо будет. То есть мы пойдем в поликлинику, возьмем направление. По такой погоде вот солнечной, да. Приедем сюда, а здесь уже возьмем вещи, как бы продукты, там фрукты. И на такси поедем в больницу лилечку ложить. Вот так. Все хорошо. Ну вот она пасмурно вроде, то солнышко есть, то пропадает. Но самое главное, чтобы не было вот такого осенька пада. Нам сначала на автобусе надо туда и обратно, а потом уже на такси отсюда в больницу. Прошло 15 минут, без 15 и 10. Я снова пасмурно и мокрый снег. У меня сегодня прям что-то поется. Ой, да. Это не весна, это осень какая-то. Тихо вроде бы, как бы, да, ветра нету. Вот такая пасмурно-солнечная снегодождевая погода у нас. С кухней у нас. Вот перестала. Только что посыпал 5 минут и перестала. Это калининградская погода. 26 апреля. Ой, да, прикольно. Мы, как пойдем, будет наверняка снег. Это как закон подлости. Наверное, будет сыпать снег. А когда поедем на такси, будем в такси, тогда уже не будет снега, наверное, сыпать. Уже будет солнышко светить. Так всегда. Минут меняется погода. Опять ветер и дождь. И у нас вот рабочие какие-то работают. Ямы выкапывают под наше окошко. Вот тут вот сбоку. Что-то и там канализация или что-то там. Ну и снег пошел опять. Был только что дождь, уже снег пошел. Только недавно нам, год назад нам поменяли железные трубы на пластмассовую канализацию. Месяц назад нам поменяли новые счетчики. Ну, электричество, да, со старых счетчиков на новые. Венделки отдохнули. Вот опять рабочие пришли, что-то опять делают. Ну, пойму, правда, что вот здесь вот под нашим окошком вот, да, вот вырыли. И сюда под окошко песок. И вон там вот люк-то вот лежит. И там вот за люком. Лена, соседка наша, прошла Ленусик. Что-то все копает, все что-то делает. Сейчас еще сказали, после автомобильной у нас дорогу будет делать, судостроительной. И как раз у нас там стоит, как, сама остановочка стоит. А я имею в виду, что когда с автобуса слазишь, там такая неровная дорога, ни коляску. Самому неудобно слазить, ни коляску толком не поставить, и на боком стоит. Сейчас дорогу вот поменяют нам еще. Все ровные там эти, как его, бордюрчики проложат. И будем надеяться, что нам вот здесь вот, где копают, сделают, как бы, как сказать, крылечко, что ли. У нас ступенечка есть, а возле ступенечки вот эти вот камни. Здесь такая неровная эта самая тропинка. Что хотелось бы ее поменять, потому что наша соседка даже с первой квартиры вот из-за этого, из-за камней не споткнулась, упала, повредила сильно ногу. И теперь ходит с переставными такими, как бы, ну, как они, палочки. Ты так раз-раз-раз переставила, и вот ходишь. Потому что она в возрасте упала и сильно повредила. Еще хотят вроде бы консулеты сделать домофон. Пусть у нас трехподъездный дом, трехэтажный. Но, мне кажется, домофон надо. Пусть мы будем, конечно, за него платить. Надо, потому что, чтобы никто не заходил. Потому что, действительно, сейчас... Это раньше, как бы, да, не то, что домофонов не было в СССР, а можно было оставить квартиру свободно, как бы, открытую, никто не закрывался, и знали, что никто не зайдет. А сейчас просто даже страшно. Не то, что кто-то зайдет, да, ну, ночью закрываешься. И, конечно, хотелось бы подъезд закрывать, почему хочется домофон. Потому что, бывает, выйдешь, а кто-нибудь здесь смотришь, зашел какой-то, блин, ну, такой, как бы, спитый мужчина или женщина, и стоят это самое, пьют, выгоняешь их, как бы, да. И уж, конечно, естественно, боишься и так, что неизвестно, что у них там на уме, не дай бог, ребенок выйдет. Так еще им... Ну, ладно, если просто уйдут, да, говорю, еще огрызнутся, неизвестно, что. А если ребенок выйдет? Вот, так, закрыл, как бы, и все, спокойно, как бы. А сейчас еще, боишься, зайдут, так, и, не дай бог, дверь открытая. Не проследишь немножечко, как бы, выйдешь. И зайдут же, зайдут, возьмут то, что неправильно лежит. Как бы, да, для них. Раньше-то такого не было, а сейчас. Вот, жду Лилечку. Она у дочки осталась, у старшей. Младшая сестренка вчера пошла к старшей, я ее отвела. Они там с зятем съездили подарки, купили, спросила. Она мне даже не сказала, говорит, потом увидишь, говорит, что я Лиле подарила. Вот, и я ее жду. Они придут, старшая посидит с Темочкой, а мы с Лилечкой пойдем на автобусе, поедем до поликлиники, возьмем там направление, как бы, печати поставим. И уже на автобусе обратно приедем сюда, закажем такси, поставим, как бы, вещи в такси, пакет с печенюшками, булочками там, фруктами. И поедем в больницу. Вот, ну, в больнице мы-то подъедем на такси, обратно я уже через парк Центральный пройду и сяду на автобус Пятерка. Вот, и поеду домой. Сын Олька будет. Потом сейчас доложим возле токсической больницы. Там я ее положу, сын. Печалька. Печалька. Не в печальке. Короче, я уже дома. Положила я свою дочь в больницу. Зайку свою. Пришла, покушала, кушать хотела. Потому что пока ехала туда, пока ждала. Вот, волновалась тоже все равно. И ничего не кушала. Пришла покушала, чай попила. Они все смотрят мультики. Старшая дочь пошла домой. Вот. С Лилией мы созвонились. И она говорит, положили сначала в пятую палату, а потом звонит мне маму, говорит, скажи, пожалуйста, а ветрянка болела? Я говорю, нет, не болела, зайчик. Она говорит, а тут просто у нас, говорит, то ли девочка, то ли мальчик. Говорит, кто-то болеет. Говорит, ветрянка. И говорит, а нас, меня, кто не переболела, еще одну девочку в первую палату отправили. И сказали сидеть, как в боксе. Представляете, так-то, в принципе, ну, так хоть, ну, как бы, вещать нельзя, то есть по телефону. Передачку передал по телефону. Ну, так можно было хоть по палатам ходить, да, ну, как бы, девочки к девочкам. А сейчас их вот вдвоем, кто не переболел, ветрянку, посадили в первую палату, как в боксе. Сказали, что кушать не выходить, сами будет приносить. Туалет, если хотите, конечно, беды не будет приносить, как бы, да. Бегом сходили, как бы, и опять в палату. Ну, вообще прям. Ну, что ей так прям вообще не бьет? И так, как бы, да, не навещает. Хотя бы в палату можно было раньше ходить. Они там с одной палаты к ним кто-то зайдет, они там кому-то сходят. А теперь вот сиди в палате, а она еще, как бы, и никуда не выйдет. В туалет бегом, еду принесут, унесут. Вот. И она говорит, а как продукты ставить в холодильник туда мимо пятой палаты? Я говорю, ну, спроси, как? Надо как-то убрать же там уже горчики-пиндорчики. Как бы фрукты, овощи. Ну, вот. Как-то печенюшки, конфеты можно в палате вырастать. Вот, говорит, вот так вот. Сиди теперь в палате вообще. И говорит это самое, как, говорит, телефон заряжать? Это же надо выходить. А нам сказали сидеть. Я говорю, телефон, ты все равно будешь выходить. Вышла, положила в пакетик, поставила зарядку и ушла. А потом, как бы смотришь, ага, там, ну, подошла, зарядился, взяла. Потому что что ж ты теперь на связи не будешь? Ну, сказали, вообще не выходить. Я еще раз говорю тебе, говорю, дочь, ты выйдешь, скажешь, мне надо зарядить телефон, и если будет свободно, поставишь, как обычно. Заряжала, зарядишь и заберешь. Потому что, если, говорю, у тебя на связи не будет, сутки даже, говорю, я позвоню, и буду ругаться, буду спрашивать, почему. Я понимаю, что там кто-то болеет ветрянкой. Они сидят, кто не переболел. Вот моя дочь, девочка, в палате одни, я все понимаю. Но дело в том, что телефон-то заряжать надо, мне же надо узнавать, потому что, когда я им звоню, они мне говорят, ну, у них же есть телефон, и звоните им. Мы к нашему телефону не зовем. Но чтобы позвонить на телефон дочери, надо его зарядить, а если они сейчас в боксе, им никуда выходить, нельзя, им телефоны получать заряжать нельзя. Им в туалет быстро сбегало, все, говорит. Не дуй им принесут, в холодильник не ходить, ничего не ходить. Но как-то же надо заряжать телефон. Так что, если завтра она не эта самая, я позвоню и буду, конечно, ну, если дозвонить, хорошо. Если нет, буду им звонить, буду ругаться, скажу, это что такое? Берите сами телефон у них тогда, ставьте, заряжайте и отдавайте, если им совсем выходить нельзя. Но я же должна звонить ребенку, узнать, как у нее. Я не должна вам звонить, я должна ее голос слушать по телефону, потому что сейчас с этим коронавирусом ее как бы не навести, разговаривать по телефону, по видеосвязи хотя бы, в виде ребенка. Потому что две недели я ребенка не то что не увижу, так еще и не услышу. короче, вот такую дуду у меня, девочки. Вот. Скоро наш папа придет и мы сядем ужинать. Ну, а так все хорошо, я сейчас попробую еще позвонить. Если сейчас не дозвоню, то завтра позвоню. Не. Буду надеяться, что она на ночь поставить, на утро зритет. Так что, всем до завтра, всем пока-пока, всех люблю.